Косить, пахать, перетягивать и не только. Все это должны уметь настоящие чемпионы республиканских летних сельских спортивных игр, которые сортовали сегодня в поселке Кугеси. Лично командой состязания тружеников села в этом году проводятся уже в 17-й раз и стали неотъемлемой частью физкультурно-летнего сезона. Подробности у Юлии Важениной. На стадионе поселка Кугеси прошло торжественное открытие соревнований. Команды 21-го района Чувашии приехали помериться силами в летних сельских играх. В течение двух дней сельские спортсмены разыграют медали в 13 видах спорта. Участники проявят себя в армспорте, волейболе, гиревом и городошном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, а также в перетягивании каната. Сегодня у нас здесь проходит соревнование механизаторов в рамках республиканских сельских спортивных игр. Практически это ежегодно мы проводим. Ну, зимнее зимой, через два года чередуется летнее. Помимо традиционных видов спорта в программе состязаний есть соревнования спортивных семей, дойеров, а также механизаторов, водителей самого знаменитого сельского транспорта – трактора. Чтобы победить, нужен опыт, работать на тракторе, конечно, и спортивные данные тоже нужны. Вот по молодости занимались спортом в школьные годы, в техникумах, например. Вот азарт остался, надеюсь, он сегодня поможет. Еще одним необычным видом испытаний на спортивных играх стало соревнование косарей. И если раньше время санокоса у крестьян считалось праздничным событием, то сейчас козьба стала равноправным видом соревнований сельских игр. Да еще и на время. Приятным сюрпризом для всех любителей народных подвижных игр стали соревнования по мини-лапте. Сейчас здесь происходит игра, называется «Русская лапта», но разновидность лапты – это мини-лапта. Но в основном здесь команды сильные собрались. Это команда Чебоксарского района и Батруского района. Команда победителей соревнований представит нашу республику в юбилейных всероссийских летних сельских спортивных играх. Они пройдут с 8 по 13 июля в Нововоронеже. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.